Зима в этом году преподносит сюрпризы. Сюрпризом после обильных снегопадов наступила отепель, а потом ударили морозы. И город превратился в один большой каток. Дойти от дома до машины или магазина стало сложной задачей. Неудачный шаг может привести к визиту в приемный покой и даже отправить на больничную койку. Основную борьбу с зимней скользкостью в Сарове ведет департамент городского хозяйства. Используют два типа противогололедных смесей. Песок и соль, а также при низких температурах смесь с добавлением гранитной крошки. Однако у подрядчика в этом году возникло затруднение с закупкой гранитной крошки. Поэтому в данный момент мы не видим на тротуарах ее. Но применяется каленый песок. Вдобавок к этим мерам сотрудники ДГХ ручным способом очищают от наледи подходы к пешеходным переходам, автобусным остановкам и социально значимым объектам. От последствий зимнего дождя страдают не только пешеходы. Если на дорогах общего пользования автомобилисты смогли раскатать себе дорогу до асфальта, то в дворах ситуация диаметрально противоположная. Здесь, чтобы проехать легковому автомобилю, придется сильно постараться. Глубина колеи местами превышает 10 и даже 15 сантиметров. Разъехаться внутри дворовых территорий или припарковаться в таких условиях порой просто нереально. На тротуарах центральных улиц ситуация не лучше. Лед намерз в виде непроходимых колдобин. За неделю пешеходы успели натоптать пути обхода опасных участков. Так как есть нарушения в содержании автомобильных дорог и внутрь микрорайонных территорий, это в основном тротуары, все мы видим, что они в плохом очень состоянии, конечно, применяются меры административного воздействия к подрядчику. Это составление протоколов об административных правонарушениях. По словам специалистов Департамента городского хозяйства, борьба с гололедом на дорогах общего пользования и тротуарах ведется в две смены. Но следить за всем невозможно. Поэтому, чтобы избавиться от катка возле подъезда, надо просто набрать номер 97768 и сообщить о своей проблеме. Налить по регламенту должны устранить в течение трех суток. И, как сказала нам Анна Шампарова, не надо выжидать. Чем больше обращений, тем быстрее реакции служб. Кирилл Васенин, Владимир Есенников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.